Как сделать мужчину счастливым? Если бы мама на тот момент точно понимала, не надо делать мужчину счастливым, который делает тебе плохо. Не каждый мужчина нуждается в признании. Не все мужчины сами знают, чего хотят. Как сделать мужчину счастливым? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как мы перейдем к видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и смотри это видео до конца. Для того, чтобы сделать какого-либо человека счастливым, для этого важно понимать, чего этот человек хочет, какие он имеет потребности. Ведь если влиять на эти потребности, ведь если закрывать эти потребности, тогда этот человек будет счастливым. И важно понимать, что невозможно строить счастливые отношения, если партнер, с которым я строю отношения, несчастлив. И такую же налогию можно привести и в воспитании детей, и в бизнесе. Например, ну невозможно, чтобы ребенок рос счастливым, здоровым, красивым и в будущем благополучным, если я не понимаю потребности этого ребенка в разные возрасты. То есть, например, если мама родила ребенка, и она не понимает, какие потребности у этого маленького ребеночка, который только родился на свет, она не сможет в данный момент делать его счастливым. Если ребенку от 1 до 3 лет, там уже другие потребности у этого ребенка, от 3 до 7 и так далее. В каждом возрасте у ребенка свои потребности. И если мама не знает, не понимает, что ребенку нужно, соответственно, она не может на это влиять. И, соответственно, будут потом проблемы в будущем. Например, когда ребенок непослушный в сознательном возрасте, когда он употребляет наркотики, алкоголь, не стремится к большему, пассивен или маменкин сынок. Это все последствия прошлого. И если бы мама на тот момент точно понимала, какие потребности у ребенка, как минимум она могла бы влиять на это и смотреть, что из этого бы происходило. Например, в бизнесе. Если я как руководитель, мне важно, чтобы, например, сотрудник на определенной должности был эффективен. Но если я не закрываю его потребности как руководитель, ну, например, у сотрудника какая потребность? Понятно, что это зарплата, это может быть потребность в одобрении, в признании, в ценности, в диалоге и так далее. То есть я эти потребности должен знать как минимум и стараться их закрывать. Иначе, если я не буду закрывать потребности этого сотрудника, он будет неудовлетворен, его неудовлетворенность будет накапливаться и, скорее всего, на каком-то этапе нам придется по чьей-то инициативе расстаться. Так же и в отношениях, так же и с мужчиной. Потому что некоторые могут смотреть это видео и думать, а что я должна делать мужчину счастливым? Ты не должна. Это просто видео для тех, кому это интересно. Это видео с темой, как сделать мужчину счастливым. Если ты считаешь, что ты не должна этого делать, не смотри это видео. Я не заставляю, не принуждаю. И более того скажу, не надо делать мужчину счастливым, который делает тебе плохо, который портит тебе самооценку, который тебя унижает, оскорбляет, обижает, который портит тебе жизнь. Не надо его делать счастливым. Но, возвращаясь к теме, как же понять, какие потребности у мужчины? Ну, первое и самое простое, конечно же, это спросить. И лучше это спрашивать, не когда вы уже ссоритесь, не когда уже война, или он тебя бросил, или ты его бросила, вы расстались. А спрашивать лучше во время конфетно-букетного периода, тогда партнеры максимально открыты. Либо, конечно же, вводить правила. Если ты отношения строишь правильно, если ты прокачанная женщина, скорее всего, у тебя есть одно из правил, что условно каждые 30 дней мы садимся с моим любимым и обсуждаем наши отношения, и обсуждаем минусы, плюсы, что кому нравится, что не нравится, и как мы это можем изменить и исправить, чтобы все были счастливы. То есть, делая это каждый месяц, например, или хотя бы, да хотя бы каждые 3 месяца, что происходит? Тогда мы не накапливаем ничего, а мы проблемы и какие-то непонятности решаем по мере их поступления. Просто спросить у мужчины, но здесь другой есть нюанс. Понятно, что не все мужчины сами знают, чего хотят, но это вопрос уже, каких мужчин ты привлекаешь и выбираешь. В моем понимании, нормальный мужчина, он хотя бы как-то может сформулировать, не, нормальный мужчина точно может сформулировать свои желания, то, чего он хочет, чего он не хочет, и это должно быть четко, конкретно и понятно. Но другой вариант, когда мужчина может уходить от ответа, когда он понимает, что если я скажу тебе правду, эта правда тебе будет неприятно, и я тебя этим обижу, да, или же я тебе скажу правду, а в этой правде тебя нет. Например, мне удобно сейчас, чтобы ты у меня была любовницей, например, а ты у меня спрашиваешь, а слушай, а чего ты хочешь? А я понимаю, что если я тебе скажу, чего я хочу, там нет тебя, например, в планах, а ты строишь на меня планы, но я не хочу тебя терять как любовницу, мне удобно тобой пользоваться, например. И это тоже одна из причин, почему мужчина может уходить от ответа. Но давайте представлять нормальную ситуацию. Нормальную ситуацию, это просто спрашивать у мужчин, то есть уметь вести диалог, уметь выстраивать доверительные, открытые отношения, когда мы не боимся друг другу говорить правду, и мы строим нормальные отношения. С другой стороны, важно понимать, что одно дело то, что говорит мужчина, а другое дело то, что ты понимаешь как женщина. То есть с одной стороны, нужно прислушиваться к мужчинам, но с другой стороны, понимать, а как все на самом деле по-правильному устроено в здоровой психологии отношений. Мужчина это кто? Какие его функции? Какие его роли? Какое поведение нормального мужчины? Какое поведение точно не характеризует нормальную мужчину? Кто такая нормальная женщина? Как она мыслит? Как она себя ведет? Кем она точно не является? Какие у нее взаимоотношения с родителями? Какие у нее чувства внутри? Дальше, а что такое нормальные взаимоотношения? А какие роли в нормальных взаимоотношениях? Женские, мужские? А как в нормальных отношениях правильно воспитывают детей? То есть, понимаешь, с одной стороны, я должен спрашивать у партнера, но с другой стороны, я и сам должен-то понимать. Почему? Потому что если ты спрашиваешь у партнера, он говорит, что я хочу, чтобы ты стояла на голове, и это меня сделает счастливым, но ты понимаешь, что стояние на голове – это что-то неадекватное, тогда ты, что бы он ни сказал, ты не будешь стоять на голове. Ты, скорее всего, насторожишься и подумаешь, что это за мужчина, который считает, что я должна стоять на голове. И поэтому важно комбинировать, важно комбинировать свое образование, то есть, свою прокачку. И понятно, что большинство женщин, они что, у нас как бы страна какая, большинство выживают, кредиты, долги, постоянно что-то не так, постоянно как бы эту жизнь догоняют. И когда тут заниматься собой? То есть, большинство женщин вынуждены развиваться как, развиваться в плане там достижений, как личность, но это не развитие тебя как женщины. Развитие достижений, развитие личности – это одно, а есть и развитие тебя как женщины. Поэтому, с одной стороны, тебе нужно прокачиваться как женщина, и с другой стороны, тебе важно понимать потребности твоего мужчины, партнера. Почему? Потому что понятно, что я могу здесь сказать общими словами, что мужчинам важно признание. Мужчине важно, чтобы женщина была верна. Но это все общие слова. И, возможно, в отдельном видео я посвящу отдельное видео на эту тему. Но, например, не каждый мужчина нуждается в признании. И тоже нужно понимать, многие женщины перебарщивают с этим признанием, потому что этим самым заслуживают любовь. А другие женщины, наоборот, холодны и жадны на признание, потому что они боятся другого чего-то. Они боятся, что если я сейчас буду хвалить мужчину, то он расслабится и об меня будет вытирать ноги. И поэтому, чтобы не было каких-то однобокостей в этом видео, я поэтому говорю, прокачивайся в целом, и тогда тебе будет глобально понятна ситуация. И тогда тебе не нужно будет 3 года, чтобы понять, какой мужчина перед тобой. Тебе это будет понятно максимум за парочку свиданий, за пару часов какого-то общения. И если для тебя важно прокачаться как женщина, копнуть в образовании тебя как женщина, это не будет тебе во вред в других сферах жизни. Это повлияет тебе и на финансовую сферу. У нас даже есть шутка. Те, кто прошли путь женщины, это высшее женское образование, прошла путь женщины и повысила финансовую грамотность. Есть даже такая шутка, ходит. Поверье такое. Но я тебя приглашаю на бесплатный онлайн-курс пока что не на путь женщины, а на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно, где мы разбираем, что такое нормальные отношения, что такое ненормальные отношения, как, что происходит у тебя сейчас и что было в прошлом, что влияет на твои результаты сейчас в отношениях и в финансах тоже, кстати. Как создавать по-настоящему классные отношения, как привлекать достойных мужчин, что делать, если уже много совершено ошибок в отношениях, как исправить эти отношения, как донести мужчине свои мысли, мужчине свои мысли, чтобы это не принималось в штыки. Это все мы там разбираем. Поэтому прямо сейчас кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши твои вопросы в комментариях для будущих видео. Субтитры создавал DimaTorzok